Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Спорит, превозносит свое «я», скандалит, искажает действительность и так далее. Разве это не так? Многочисленные беды исходят от языка, а побуждает человека к этому – шайтан. И тот, кто излишне многословен, не может удержать свой язык и часто не задумываясь говорить, что попало. И как же сделать так, чтобы не оказаться таким человеком? Дорогие братья и сестры, чтобы не оказаться этим человеком, я расскажу вам несколько очень эффективных хадисов. Они, иншаллах, помогут вам сдержаться в трудную минуту. Надеюсь, вы их оцените, и по воле Аллаха они принесут вам пользу. Подпишитесь на канал Ислам ТВ и обязательно нажмите на колокольчик. Ставьте лайки под каждым видео, а также пишите свое мнение под видео. И благодаря вам, иншаллах, мы все на пути Аллаха в распространении истины. Вы помогаете нам в продвижении канала и доведении полезной информации до тысяч новых зрителей. Давайте изучать Ислам вместе! Вот эти три хадиса и что сказал пророк Сулейман, мир ему, поистине это очень мудрые слова. Просто слушайте каждое слово, и вы реально осознаете, о чем идет речь. В хадисе говорится, послушайте, и я расскажу вам самый простой и легкий вид богослужения. Это молчание и хороший нрав. Ибн Абидунья. Еще в хадисе говорится, тот, кто верит в Аллаха и в сутный день, пусть говорит только доброе или молчит. Аль-Бухари, муслим. Еще говорится, если вы увидите мумина, хранящего молчание, окажите ему уважение, сблизьтесь с ним. Поистине, он изрекает мудрость. Пророк Сулейман, мир ему, сказал, если слово серебро, то молчание золото. Когда один из бедуинов спросил пророка, скажи мне, как попасть в рай, пророк, мир ему и благословение, сказал, накорми голодного, напои жаждущего, стремись к добру и избегай зла. А если не можешь, то сдерживай свой язык от всех слов, кроме добрых. Ибн Абидунья. Потому и возвеличено молчание, так как в молчании есть рассуждение, проявление уважения, освобождение мыслей для размышления и поминания Аллаха, а также сохранение себя от лишних разговоров в миру и принесение отчета в их ирате. Аль-Хамдули-Лях. Вот такую полезную информацию я довел до тебя, и тебе было суждено дослушать ее до конца. Инча-Аллах, она принесет нам пользу и тем, кому вы ее перешлете. Пишите свое мнение об этом, и возможно об этом узнают еще больше людей. И обязательно не ленитесь выделять время для изучения своей религии. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok